Приветствую всех любителей натуральных камней, и в этом видео мы поговорим о таком загадочном камне, как оникс. От одного из названий оникса джема происходит название науки о камнях гемологии, а само название оникс камень получил от греческого определения ногти за свою характерную слоистость. Этот минерал является разновидностью агата, окрашенного в разные цвета халкидоном с плоскопараллельной слоистой структурой. Оникс – камень с твердостью 7 по шкале Мооса. Окраска у оникса бывает самая разнообразная. Главное, что объединяет все разновидности – это слоистая строго параллельная структура. В отличие от агата, оникс не закручивает слои в свои концентрические округи. А сейчас я вам расскажу легенду об этом камне. Однажды шаловливый и неугомонный бог любви Эрот отрезвился возле своей спящей матери Афродиты, богини любви и красоты. Расшаловлившись, он и не заметил, как наконечником стрелы нечаянно обрезал ей на руках ногти. Эрот продолжал забавы, так и не заметив случившегося. Однако боги на Олимпе не могли позволить, чтобы части божественного тела повелительницы любви просто сгнили в земле, поэтому и превратили их в камень оникс. Жители древней Месопотамии работали с мраморным ониксом еще в 5-4 тысячелетиях до н.э., а в качестве подделочного и облицовочного камня он был известен также и в Древнем Египте, Осирии и Вавилоне. Одна из легенд об Ониксе гласит, что в Иерусалиме в храме Соломона стены не имели окон, но пропускали достаточно света, будучи сделанными из этого камня. Кстати, отголоски этой легенды об Ониксе мы встречаем и в некоторых средневековых церквах Европы, в которой до наших дней сохранились вставленные вместо стекол тонкие пластины из Оникса. Согласно египетским легендам об Ониксе, этот минерал обладает мощным духовным воздействием на человека, поэтому в Древнем Египте из Оникса вырезали статуи, жертвенные плиты, сосуды для хранения ароматических масел, чаши, светильники и другую хромовую утварь. Как видим, легенда об Ониксе и мнение жрецов, проверивших воздействие Оникса на протяжении столетий, совпало, так что мнение об оккультных свойствах, о которых говорилось в легендах об Ониксе, оказалось правдой, по крайней мере для древних египтян. А сейчас расскажу вам о месторождениях Оникса. Самые красивые экземпляры добывают в Уругвая, Бразилии и Индии. Богатые залежи имеют Австралия и США. В России много самоцветов на Чукотке и в Приморье. Сырье для промышленных целей добывают в Турции, Мексике, Иране, Афганистане, Египте и Пакистане. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать все наши новые видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok